В эфире седьмого канала новости. В студии работает Александра Дементьева. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. По всей стране прокатилась волна митингов, рестораторов и работников сферы обслуживания. Несколько десятков предпринимателей пришли к Одесской областной администрации. Люди говорят, в случае введения ограничений на работу, выходные не смогут покрыть даже аренду помещения. Ведь основной заработок рестораторов приходится именно на уикенд. Подробности смотрите далее в сюжете. Рестораторы под кабинетом министров. Всеукраинская акция против карантина выходного дня с самого утра среды стартовала в столице. Владелица киевского ресторана Ольга Балашова говорит, смысла ужесточать правила работы для заведения общественного питания нет. Эту отрасль изнасиловали уже в марте, в апреле, в мае. Сейчас это повторяется снова. То есть ни одна отрасль не пострадала так, как и ресторанная отрасль. И вот эти решения, которые принимаются, то есть они абсолютно нелогичные. Поддержали акцию протеста и в других украинских городах. С половниками и кастрюлями пришли одесские рестораторы под стены облгосадминистрации. Люди требуют не вводить карантин выходного дня. Говорят, это просто добьет их бизнес. Ведь многие только успели рассчитаться с долгами, которые накопились за время весеннего локдауна. С начала пандемии предприниматели терпят убытки. Надежда Чебанова, собственница популярного в Одессе ресторана, говорит, период жесткого карантина могла бы договориться о снижении арендной ставки. В случае введения жестких ограничений только на уикенд, таких льгот предприниматели не получат. В будни мы даже не покрываем наши операционные расходы. И если мы не будем работать в выходные дни, мы уйдем еще в больший минус. И, мало того, эффект этих мероприятий не будет никакого эффекта. Соответственно, сколько это будет длиться, неизвестно. Работники сферы общественного питания говорят, основной заработок приходится именно на субботу и воскресенье. Это уже огромные потери, потому что это как минимум треть времени, треть месяца. И никто нам не отменит аренды при этом. И никто нам не отменит то, что нам нужно платить зарплаты. Митингующие утверждают, придерживаются всех предусмотренных ограничений, а вот со стороны государства не получают льгот. Поэтому снизились доходы и наемных работников. Иван Горбан работает поваром, мужчина сам содержит семью. У меня три выходных в неделю, плюс два – это пять. Два дня рабочих в неделю – это очень мало. Она падает, реально падает, потому что минус. При нашей нынешней зарплате официальной, она считается вообще минимальной. Самой бедной страной в Европе – это тяжело. Рестораторы говорят, их бизнес сегодня на грани выживания. Тем временем в парламенте подали законопроект, в случае принятия которого за нахождение в помещении посетителей без масок с предпринимателей будут взимать до пяти тысяч гривен штрафа. Татьяна Очереднюк, Иван Агерисимчук, Богдан Красавцев, Валентин Мирза, Седьмой канал. Карантин везде одинаковый, а на выходных – посиделки дома. Несмотря на акции протеста, кабинет министров ввел новые ограничения. В Украине отменили адаптивный карантин, и теперь все будут жить по правилам оранжевой зоны. Это предполагает работу на вынос заведений питания и закрытие развлекательных заведений. В общественном транспорте будут перевозить только сидячих пассажиров в масках, а на массовые мероприятия смогут приходить не более 20 человек. То же касается учебных групп. Переходят до полного локдауна. Кабмин также ввел карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. С субботы до понедельника смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, заправки, финансовые учреждения, почта и общественный транспорт. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал компенсацию части зарплат во время простоя и государственные программы поддержки для бизнеса. Новый статистический рекорд установили в Одесской области. За сутки в нашем регионе выявили 706 новых больных с диагнозом COVID-19. Один человек умерли от осложнений, 183 пациента выздоровели. Всего в Украине количество инфицированных приближается к полумиллионам. Напомню, во вторник спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие защитных масок в общественных местах. Если его подпишет и президент, нарушителям придется заплатить от 170 до 255 гривен. Новые подробности аварии на проспекте Небесной Сотни, где пострадали 4 человека накануне вечером вблизи торгового центра. водитель Тойоты на большой скорости влетел в остановку, где стояли люди. Якобы избегал столкновения с БМВ, который пытался свернуть на перекрестке. Ивана Герасимчук была на месте происшествия. Ей слово. По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота двигался по проспекту Небесной Сотни, когда в левом ряду заметил преграду в виде автомобиля БМВ. Увернул вправо, чтобы избежать столкновения, въехав тем самым в остановку. Четверо людей пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла в час пик в 18.30. Очевидцы говорят, пострадавших могло быть значительно больше. Они сами не поняли многие. То есть это произошло мгновенно, как они говорили, и ничего не могли так сформулировать более конкретно. Я только увидела грохот, услышала вернее. Я здесь сидела внизу, и мне не видно было. Только услышала свист и грохот, у меня жгутка задрожала. То есть я понимала, что кто-то куда-то врезался. Водитель Тойоты превысил скорость, отмечают в полиции. Это подтверждают и свидетели происшествия. Я стояла тут на улице. Вот стояла с парнем на улице. И получается, что я подозреваю, что вообще водитель ехал на скорость. Хотел проскочить светофор. Ударился бордюр, заехал, естественно. И вот бросила в остановку, и потом на дорогу. Я ходила еще обувь, собиралась и прочее. Вероятный виновник все подробно рассказал полицейским. На месте сообщил всему виной БМВ, который подрезал его. Позже выяснилось, водитель японца не впервые попал в поле зрения полицейских. Нам известно, что он уже притягался к криминальной ответственности за заберевание наркотиков. На данный час ему вызначен статус подозревшего, и он затриман. Четыре часа спустя стало известно. Водителя БМВ нашли в Кумане. Предварительно он будет проходить по делу как свидетель. Что касается пострадавших, 15-летней девушки сделали операцию. В нашем отделении находится один подросток, девочка 15 лет, после ДКП. Ей была при поступлении в травматологический травмпункт оказана вся необходимая помощь. Затем она была госпитализирована в реанимации для проведения инфекционной терапии. Состояние тяжелое, но стабильное. Мать девочки находится в первой городской больнице с переломами костей и черепно-мозговой травмой. В каком состоянии двое других пострадавших, пока не сообщают. Иван Агарасимчук, Анастасия Кричко, Седьмой канал. Зарезал мать и чуть не убил отца, потому что не давали денег. Правоохранители задержали 20-летнего парня, который устроил дома резню. Нападение спланировал заранее. Когда родители уснули, ворвался к ним в комнату и начал наносить удары ножом. Раненые смогли вытолкать сына из помещения и успели вызвать помощь. Однако тот выбил окно и набросился на них снова. Супругов забрала скорая, но мать погибла через несколько часов в больнице. За жизнь 45-летнего отца борются врачи. После нападения парень скрывался у реки Днестр, там его и нашли правоохранители. Задержанный вину признал, говорит, совершил нападение, потому что родители не давали денег и упрекали в том, что он ленивый. Кандидатуру Сергея Гриневецкого на должность главы администрации Одесской области одобрил Кабмин. Об этом стало известно в ходе заседания правительством. Решение вступит в силу только после подписания президентом. Отмечу Сергея Гриневецкого избрали депутатом в Одесский облсовет от партии «Доверяй делам», сам родом из Тарутинского района. Возглавлял администрацию Одесской области с 1998 по 2005. Также Гриневецкий был народным депутатом 3-го и 6-го созывов Верховной Рады. И ремонта как не бывало. На Левитана кипятком затопило квартиры, прорвало топительные сети на чердаке дома. Произошло это примерно в половине восьмого утра. Горячая вода испортила людям ремонты. Подробности в сюжете далее. Квартира Людмилы Николаевны на девятом этаже пострадала больше всего. Затапливать начала в половине восьмого утра. Как следствие, женщина осталась без света, телефонной и интернет-связи, так как все провода были проложены над потолком и их залило водой. Пенсионерка собрала денег и недавно сделала в квартире капитальный ремонт. Но теперь придется все начинать снова. У нас подширной потолок. У нас раньше текла крыша, и провода были на стенах. Они отселили. Когда мы делали капитальный ремонт, мы переложили все провода на потолок. Так теперь они полностью там целый клубок. Мы только сделали капитальный ремонт из-за того, что 10 лет текла крыша. У нас был такой грибок, плесень полностью, чётные стены перешла в грибок. И мы полностью сдирали до камня. Абсолютно делали капитальный ремонт. И вот теперь я не знаю, что теперь опять будет. А вот в соседней квартире ремонт только собирались делать. Саша рассказывает, хотела поклеить обои и, к счастью, не успела. Это помещение пострадало несколько меньше. Но большой стресс получил котик Пушок. Ой, ужасно. Так кричал. Воды боится. Да, сынушка. Стресс только у него больше всего. Люди говорят, раньше такого здесь не происходило. Предполагают, что проблема в отопительной системе. Постоянно что-то капало, капало. И сегодня с утра начала капать на локом. К 7.30 уже начала заливать. Из отсюда, из всех выключателей, розеток, начала лить прям фонтаном, горячая вода. Связаться с коммунальщиками нам так и не удалось. Участок закрыт, на двери висит объявление о карантине. А вот мобильный телефон, по которому советуют обращаться в случае необходимости, оказался недействительным. По городским номерам, указанным в объявлении, нам ответили, что на месте никого нет. Так что почему произошла авария и кто возместит ремонт владельцам пострадавших квартир, непонятно. До конца недели во всех одесских домах появится тепло. Отопительный сезон стартовал еще 26 октября, но фактически подавать газ в котельные начали 1 ноября. Сейчас из 130 котельных не работают три и хотят подключить за два дня. Самое проблемное – 700-я магистраль на Балковской, где ведут аварийные работы. Ремонт затянули, потому что коммунальщиков не допускали на территорию. Без тепла на этой линии остается 15 тысяч абонентов. Зачастую 80% этих обращений касаются неразвоздушенной внутридомовой системы, неподачи заявки, если это дома ОСМД, потому что многие продолжают экономить. Поэтому просьба обратить на это внимание. Добавлю, до конца ноября на сайте КП теплоснабжения города Одессы полноценно заработает личный кабинет. В нем можно будет узнавать о задолженности и актуальные новости. Римские фрески с одесской тематикой в живописном парадном превратить свой подъезд в галерею решил американец родом из Одессы. Мужчина много путешествовал по миру, а 12 лет назад вернулся в родной город. Состояние исторических зданий шокировало Джерри, особенно подъезд его родного дома на Гоголя-9. Решил, что хочет жить в красоте и начал вместе с художником создавать арт-объект. За процессом следила Айсель Маминова. Джерри Гликштерн за годы путешествия по миру украсил все здания, где жил. Когда вернулся в родную Одессу, за несколько лет успел обновить и свой дом детства. Так в парадной появилась новая стеклянная крыша с мерцающими бабочками. Изменились и старые мраморные лестницы с скованными решетками. А все стены теперь украшают росписи. Мы скоро умрем. И вы, и я. Потому что мы люди такие уже не очень молоденькие. Так надо, чтобы что-то осталось. Потому что момент моря. Помню о смерти. Вдохновленный этой философией мужчина уже вложил в свой арт-объект более 30 тысяч евро. Теперь, как живые, со стен смотрят изображение мраморной статуи Венеры Калипика, танцующие хасиды и триумфаторы Рима. Создавали эту картину примерно два месяца. Все время добавляя новые детали. Хотелось изобразить максимально интересно и насыщенно. То есть вот мистер Джерри, он непосредственно был как человек, который давал идеи по этой работе. А я уже был больше исполнитель. Но так как я человек искусства художник, я уже это все вместе пытался изобразить со вкусом. Кроме ремонта и создания арт-объектов, Эстет платит из собственного кармана и за уборку подъезда по 400 гривен в неделю. Однако мистер Джерри говорит, что живет довольно скромно. Все сэкономленные средства тратит на улучшение среды обитания. Таким обновлением соседи не могли нарадоваться. Сюда даже начали водить экскурсии. Впрочем, одна пара соседей Джерри не оценила усилий. Угрожают все закрасить и разобраться с мужчиной с помощью криминальных авторитетов. Какое право вы имеете мне закрывать рот? Потому что мы не имели права сюда прийти. Потому что я не разрешаю. Я не пришла к вам в квартиру. Вы понимаете? Я не разрешаю делать эти дела. Это не моя проблема. Но я имею право иметь сюда доступ. Кто? Говоришь, что имеют. Закон Украины. Я сертифицированный гид, который знакомит людей с историей нашего города. Я пока не очень понимаю, юридически на каком основании нам, как гидам, могут запретить доступ в общественное место. Никогда группы туристов не были замечены в вандализме. Ничего кроме восхищения у них не вызывают подобные объекты. У них только зарождается любовь города. По соседству с отремонтированной парадной полуразрушенный дом, в котором когда-то жил сам Николай Гоголь. Жителей отселили около 20 лет назад, но до реконструкции дело так и не дошло. Памятник архитектуры, где Гоголь писал второй том «Мертвых душ», осыпается и проседает. Жители улицы уже потеряли надежду на восстановление дома. Опасаются, чтобы в случае обрушения не пострадали случайные прохожие и соседние здания. Айсель Маминова, Денис Ларко, Седьмой канал.